Правительница Дуся своим великим указом называет эти земли Дусиными землями. Всё. Что у нас есть? У нас есть проекты, регионы, советники. Давайте советников начнём. Кого мы можем назначить? Можем назначить регента. В качестве регента мы можем выбрать либо Валери, либо Октавию. Октавия хаотичная, Валерия законопослушная. Поэтому это будет Валери. О, как построить королевство? Верные слуги. Пока Бронесса занималась советом, из столицы пришла печальная новость. Развалился последний приличный амбар. Нужно срочно что-нибудь построить, пока соседи не прозвали главное поселение Боронства великими руинами. Принято единогласно, да. Дусина земля, это было единогласно принято. Древние проклятия. У нас есть 41 день на развитие событий. Говорят, где-то за неделю или за две до события, собственно, что-то происходит. Нуфик, в общем, знает. Но у нас, говорят, есть месяц на то, чтобы сейчас выполнить дела. Но того, как начнется вот это развитие событий с проклятиями. То есть появятся задания, относящиеся к этому. Верные слуги. Назначить одного из советников казначеем. Некоторые считают, что самая важная должность казначейская. Претендент на эту позицию должен быть умен, образован, прозорлив. Кристально честен? Ой, какие смертные вообще... Такие смертные-то вообще бывают? Далее. Канцлер. Шандра Мерви. Шандра Мерви очень неплохо подойдет на роль канцлера. Генерал. Кто у нас генерал? Регангар или Амири? Спыльчив и решительный, Амири предпочитает действовать напролом. Как бы плюс пять хорошо, но плюс четыре тоже неплохо. Пока Регангар будет. У вас нет доступных кандидатов на эту должность. Увы. Надо будет искать. Верховный жрец. Либо Джот, либо Харим. Джот старается решать проблемы, не вмешиваясь в привычный уклад жизни подданных. Харим склонен к необычным, но эффективным решениям. Но он хаотик лоуфл. Смотри, кого ты будешь брать в походы. Нет, мы сенат. Они могут одновременно и в походы ходить, и выполнять должности этим. Это не взаимоисключающая вещь. Джот или Харим? Нет, Джот больше нравится тем, что у него мировоззрение вроде бы более нам подходящее. А Харим — вот прямая противоположность. Хаотично добрый. А мы законопослушно злая правительница. Он будет очень часто против нас, видимо, выступать. Но я думаю, мы его временно поставим ради плюс четыре. Просто чем это может обернуться? Это может обернуться тем, что когда мы будем его решение оспаривать, он после трёх таких вот ситуаций, когда мы не согласимся с его решением, возьмёт и свалит. Ну, если свалит, и фиг с ним. Харим не нужен. Харим же не утра ливил. Нет, он хаотик гуд. Вот, по-моему. Сейчас проверим. Карта. Нам нужно подключить вот эти окраины, где находится торговый пост Олега. Что добавит нам и лояльность, и экономики, и стабильность. Вот лояльность, экономика и стабильность — это то, что нужно в первую очередь, насколько я понимаю, качать. Так, Клыкоград. Какие у нас есть проекты? У нас есть четыре проекта. Это торговое соглашение с Суртовым. Местные купцы получают право открыть большую торговую контору. Но у нас нету кандидатов для этого. Нам нужен советник казначей, чтобы назначить сюда. Гротус Хаотик Ньютрал. Жрецы от бога максимум на одну ступень может отступить. Хаотик Ньютрал. Требует 60 дней для решения. Стоимость проекта полторы тысячи. У нас этого недостаточно. Точно надолго придется отложить. Предложение Званки. Званки Кик. Верховный жрец Растилу Арестова. Заинтересован в распространении веры в Валиньево бога в регионе. Он желает на свои средства построить святилище, посвященное Растилу в ваших землях. Примите его предложение, если хотите получить полезного союзника и место поклонения Растилу в ваших землях. Нужно выбрать Советника. Советник будет принимать решения в соответствии с занимаемым постом, убеждениями и характером. Будьте внимательны в выборе кандидатов. Кого можем выбрать? Харима. Ну, надо будет попробовать. Сейчас посмотрим, что еще у нас. Разорить храм-арене. О-о-о. Окончательно разграбить храм, присвоить все оставшиеся сокровища. Плюс 150 очков строительства. Исключает возможность восстановления храма. Это может сделать Ригангар. У него неплохо получится. 14 дней на решение. Мы получим 150 очков и потратим 10. Восстановить храм. За 100 очков 60 дней мы получим религию плюс 2. Кстати, Дусе какому богу поклоняется? Богу рациональности и прагматизма. Есть такой. Если есть, назовите. Я подумаю, стоит ли им поклоняться. Хаотик Лофл. Нет, он хаотик Ньютрал, Гарри Тортус. Ну, ладно. Надо разбираться со всеми, кто есть кто. Харима можно сюда поставить. Но здесь стоимость 160 дней для решения. Долгий проект. Не уверен, что сейчас буду его сразу сделать. Изучение природы проклятия Дэвика Нэтла. Вот. В принципе, тот же Абадар, говорит Мезла Ралдер. А расскажи про Абадара подробнее. Интересно же. Проклятие мертвого инженера было наконец-то с не то. Пожалуй, теперь было бы благоразумно изучить его, чтобы было... чтобы быть более готовым к подобному повороту событий в будущем. Выберите советника для выполнения задачи. Советник будет принимать решение. И это будет у нас Харим опять-таки. 45 дней на решение. Религия плюс 2. Давайте начнем с того, что выполним предложение Иванки. Здесь тоже Харим как бы, потому что 7 дней всего. Начать проект запускаем. В процессе. Далее. Мы можем сделать постройки кое-какие. Сейчас у нас ничего не построено здесь. Постройка здания. В каждом поселении можно возводить подлезные здания, которые повышают показатель баронства. Каждое здание стоит определенное количество очков строительства и требует времени на строительство. Вы можете возводить несколько зданий одновременно. Для постройки здания необходимо его выбрать из списка на правой стороне и разместить в любые ячейки. Многие здания дают специальные бонусы при условии соблюдения особых условий. Вспользуйте эти особенности при планировании поселения, чтобы получить максимальные преимущества. Некоторые здания можно возвести лишь в определенные ячейки. Например, пирс может быть построен только на воде, мельнице в ячейке, рядом с которой нет других конструкций. Если вы хотите избавиться от здания, вы можете снести его и получить половину ресурсов потраченных на строительство. Если перенести здание хотите, вы можете снести старую постройку и возвести ее в другой ячейке за половину стоимости. При этом вы не потратите дополнительные очки строительства, но вам придется ждать, когда здание будет завершено на новом месте. Фух. Вроде и проект присоединения можно сделать. Вроде там есть кнопка. Да, мы сейчас будем регион присоединять, еще я не дошел до этого. Что у нас есть? Построить. Амбар. Влияет на мельницу. Как влияет на мельницу? Дом собрания, дом травника, доска объявления. Армия плюс один. Обеспечивает плюс два ко всем броскам на решение проблем в этом регионе. Только для паралнства с любым законопослушным мировоззрением. Это то, что нам нужно вообще. Казармы. Сколько всего? Но самое главное, я так понимаю, это дом собраний. Вообще, давайте для начала закроем все это. Посмотрим еще на другие опции. Что еще? Нужно посмотреть регионы. Присоединить окраину. Можно объявить окраину частью наших владений. Этим может заняться... Шандра. Стоимость проекта 150 очков строительства и требует 14 дней. Но, в отличие от всех остальных проектов, присоединение требует того, чтобы мы находились при этом в тронном зале. Все эти 14 дней пройдут без возможности с нашей страны хоть что-то другое делать. Представляете? Так вот. Это наш основной приоритет. За это мы получим очень много бонусов. И мы сможем продвигать дальнейшие части, сюжетные некоторые. Давайте временно закроем это. Засейвимся. Посмотрим на настройки теперь. Нас интересует сложность. Она у нас нормальная, базовая. Управление королевством нормальным. Сложно, легко. Давайте почитаем про это. Меняется сложность управления королевством. В автоматическом режиме королевство развивается без участия игрока. После начала строительства королевства автоматический режим выключить нельзя. Легко. Че изменится? Очень легко, например. Ставим. Просто королевство, говорят, это вообще самая главная-головная боль в этой игре. Такая жесткая, что просто может из ушей дым пойти. А если зайти, строительство стало дешевле? Нет. Нет. Ничего не изменилось. Ну ладно. То есть нам нужно что сделать? Потратить 150 на то, чтобы присоединить регион. Потом нам нужно потратить немножко еще очков строительства на то, чтобы собрать ресурсы на карте. На карте, помните, я говорил вам, такие сине-зеленые метки есть. Это те места, где можно собирать дополнительные ресурсы, которые улучшат характеристики, показатели, которые можно здесь повысить. Кстати, можно еще купить очки строительства. За 80 штуку. За 9 600 стольник. За 8 тысяч стольник. То есть мы можем, в принципе, наверное, купить себе позволить где-то 450, наверное. Ну, меньше 400, да, 389. Если захотим. Прямо сейчас. Но строить я пока не знаю, что буду. Давайте проверим. У нас останется 300. Из этих 300 я хочу оставить на всякий случай. Во-первых, стольник у нас всегда должен быть в запасе. На случай возникновения особого события может возникнуть событие, которое сразу же у нас 100 очков строительства вычтет из нашей казны. Это типа нападение бандитов такое. Получается, мы... Остается у нас 200. Из 200 нужно будет еще сколько-то на то, чтобы построить аванпост на присоединенной земле. Давайте сразу просто проверим, как это будет выглядеть. Монумент, конечно же. Монумент население лояльно сдает. Может быть, статуя основателя города, колокольни и бла-бла-бла. Влияет на великий храм, святилище, храм Абадара, храм Асмададар. Дом собраний ставим. Сколько он строится будет? По времени понятно, это нет. Непонятно. Наверное, экономику дает. Я думаю, что-то, наверное, построить имеет смысл. И доску объявлений. Я думаю, вот так пока хватит. Закроем это дело. Поговорим с нашими людьми в тронном зале. Выйдем отсюда сейчас с коллеги и конерой поговорим. Точнее говоря, с конерой. Да, коллеги еще пока нет. Шандра Мервик говорит. Рада приветствовать Бронесса. Как долго ты пробудешь здесь? До тех пор, пока госпожа Суртова будет считать это полезным. Вам нужно... Вам нужны будут наставления, помощь опытного советника, ваша милость. Поэтому вам стоит сосредоточиться на том, что вы переняли как можно больше знаний. Должность тебе нравится? Нравится или нет? Нет, это не тот вопрос. Думаю, за вежливой формулировкой вы скрываете свою беспокойность, достаточно ли хорошая для своих обязанностей. Пока что мне не встретилась ни одна ситуация, с которой я не могла бы справиться. Если же я ее прихожу к вам, то только в тех случаях, когда считаю личное решение правителя необходимым. Угу. Хочу побольше узнать о тебе. Позволь полюбопытствовать, есть ли у тебя родные, семья. Да, дочь и двое внуков. Мальчишки немного избалованы, но не без таланта. Но если вы спросите меня, где они, я вынужден буду тактично вести беседу в новое русло. О том, где и как живет моя семья, во всем Бриое знают только Леди Наталла и Король Налески. За годы службы дипломатам наверняка случилось всякое, есть ли у тебя любимая история. Ну там история. Как-то раз мне пришлось провести лето в Артуме. Этому речному королевству досаждая разбойники, особенно одна банда, почти маленькая армия. Многое указывало на то, что у них была осведомленность при дворе. Осведомитель был. К сожалению, разбойники мешали и торговли с Бривоем. Я известила двор о том, что ожидаю прибытия каравана с ценнейшим грузом. И правление Артума должно принять меры для его сохранности. Навстречу к караванам был направлен отряд, но разбойники напали внезапно, свирепо. Перебили солдат и захватили груз. Разбойный главарь торжествовал, а трое веселых бардов немедленно разнесли весть о его победе. И днем позже другая банда напала на первую, желая забрать сокровища. Через неделю явилось еще две, а потом еще, еще. Отряду прибывшему из Бриевой осталось только забрать груз, лежащий среди мертвых тел. Так, мы, потратившись только на плату бардам, обезопасили наших торговцев и выявили придворного покровительствующего бандитам. Надеюсь, эта простая история будет вам полезна, ваша милость. Да, благодарю. Про политику. Что происходит между королевским двором Суртова и владыками мечей Алдория? Ну, нужно углубиться в историю. Как вы знаете, некогда Суртов и Алдория правили двумя северными королевствами. Затем вторгся Харал за воеватель, и его могущество было неоспоримо. Суртов склонил голову, обменял корону на статус заблагородного дома. Это позволило сохранить не только собственное влияние, но и жизни наших подданных. Алдори поступили прометчиво. Как это на них похоже? Они выступили против завивателя, не узнав толком, какими силами он обладает. В результате, красные драконы Харал почти стерли их армию с лица земли. Вместо того, чтобы извлечь уроки, владыки мечей лелеяли обиду. И сейчас, 200 лет спустя, наконец, нашли, на ком ее выместить. Алдория — это даже не настоящий благородный дом. Сборище разношерстных выскочек. У нас лежащих имя вместе с секретами фехтовальной школы владыки мечей. Они импульсивны. Бла-бла-бла. Их нужно контролировать. И дом Суртова этого понимает. Вот такой ответ могу дать. Ладно, другие темы. Спасибо, поговорим в другой раз. Кистен, что еще скажешь? За какую провинность тебя возгнали? По-моему, это знали уже. Я был помолвлен, сдаваясь другого знатного дома. Но за три месяца до свадьбы у меня встретилась девушка-простолюдинка, нежная и чистая, и мы полюбили друг другу. Да, я не задумывался о том, что последует. Отец был в ярости. Он изгнал меня из семьи. Моя возлюбленная заботилась о тяжелобольной матери и не могла последовательно за мной. Если бы я предложил тебе государственную должность, кем бы ты хотел служить? Думаю, я справился бы с защитой мирных жителей и сохранением порядка в стране. Роль главного стража подошла бы мне нельзя лучше. Окей. А что это у нас тут такое? А тут у нас наши вещи. Линзи, что ты скажешь? Расскажи о книге, которую ты пишешь. Но мы уже с ней говорили. Сбросилась, по-моему, почему-то. Так, кто еще у нас тут есть? Стражник-Стражник, Харим. Да, какие-то части разговора сбросились. Возможно, там что-то новое появилось. Просто в этих ветках. О, сказатель. Или сказитель. Исказитель реальности. Стоящего перед вами мужчину больше всего можно принять за эльфа. Не только... Ну, только он очень старый. Его лицо испещрено морщинами. Кроме того, его белые глаза совершенно слепые. Старик смотрит куда-то сквозь вас своим незрячим взглядом. Он кажется полностью поглощенным своими мыслями. Его губы напевают тихую мелодию, а сам он слегка покачивается ей в такт. Так, неожиданно старик резко вздрагивает. Кто здесь? Это вы, ваша милость. Да, как-то узнал, что это я именно подошла к тебе. Не так уж сложно распознать владыку на подходе. Никто здесь не ступает так же уверенно, как вы. Так, а ты кто такой? Я эльф из Кианина. Мое имя не имеет значения. Я сказитель, коллекционер историй. И собираю неизвестные предания древних народов. Когда-то давно я был кузнецом в Кианине. Племя горно выжгло мои глаза, но я благодарен ему за это. Будь я до сих пор зрячим, я продолжал боковать доспехи для стражей и адары. Вместо этого я ступил на путь странника, собирателя древнего сказаний. Многие народы давно погибли, их дома обратились в пыль, их тела стали прахом. Только предания могут рассказать об их победах и поражениях, страхах и радостях. Хотел бы я услышать предания, которые останутся после нашей гибели. Меня всегда манили украденные земли. Место, где погибли множество экспедиций, армии и королевств. Когда меня достигли слухи о новом бароне в северце этих земель, я понял, что хочу быть частью его истории. И тут же отправился в путь. И ты действительно эльф? Разве... Эльфы старятся? Говорит Дуся в ужасе. Неужто она думает, я тоже состарюсь? О нет! Это вопрос, на который я не устаю отвечать. Несмотря на необычность моего внешнего вида, я эльф. Я действительно стар, наверное, старше любого кианинского эльфа. Но вряд ли возраст виноват в том, как я выгляжу. Я храню истории многих народов. Некоторые из них уже давно исчезли с лица Галлариона. Но продолжают жить в моей памяти, в моем сердце. Когда я принимаю на хранение новую историю, я запираюсь в себе. Я запираю ее, конечно же, в себе, принимая на себя груз переживаний, о которых она рассказывает. Иногда я думаю, что должен был умереть уже очень давно, но какая-то неведомая сила дала мне возможность жить и продолжать собирать истории. Что это, божественная воля или проклятие? Не знаю, но я благодарен ей за это. А мне нужен мудрый советник при дворе. Не хотел бы ты послужить мне в государственных делах? Благодарю за ваши слова. Едва ли я мог бы разобраться в скетросплетениях политики или в делах казны. Но мой совет в вопросах магии и искусства мог бы пригодиться любому правителю. Ладно, хорошо, расскажи какую-нибудь историю. Я коллекционер, а не торговец. Разделив с вами историю, я наделю вас правом пересказывать ее другим, вольно или невольно искажая и приукрашивая. Могу ли я быть уверен, что вы оставите мою историю в первозданной чистоте? Я так не думаю. По крайней мере, пока. Эти предания — величайшие драгоценности мира. Они последнее, что осталось от древних народов. Они звезды, которые укажут путь в прошлое, позволят встретиться с ушедшими поколениями. Я не могу допустить, чтобы их свет померк. Дорога в прошлое не должна быть потеряна. Но я могу предложить вам договор. Ваша милость, принесите мне вещи, принадлежащие древним эпохам. Если я смогу распознать истории, которые они скрывают, с удовольствием поделюсь ими. Я нашла осколки древнего артефакта. Ты можешь выковать его для меня? Вы позволите? Он прикасается к предметам из вашего рюкзака. Это обгорелые кусочки медальона. Часть любопытного артефакта, имя которому ожерелье вероломства. Я чувствую, что за ним стоит история многих деяний, но не героических, а низких и преступных. Если вы найдете все семь фрагментов, я могу восстановить артефакт, а заодно и позволю поведать вам его бесславную историю. Я принесла несколько предметов, принадлежащих древним эпохам. Может, среди них есть достойная история? Как интересно, вот. Позвольте, ваша милость. Монета страны, которой больше нет. Когда Харал-Завоеватель подчинил себе Ростланд, сделав его частью бревое, он запретил чеканку и оборот таких монет. И простолюдинам и владыкам мечей пришлось пользоваться новыми монетами с профилями Харала. Но избавляться от запретных денег никто не спешил, а нет. В многих домах хранятся шкатулки и целые сундуки с такими монетами. Оставлю наедине с легендами. Надо забрать фрагменты, видимо, остальные. Так, разная. Да, примечательная, наверное. Фух. Сейчас будем торговать древностями. Поехали продавать все, что плохо лежит. Ну вот, осколки древнего артефакта. Вы собрали все фрагменты жерель и вероломства. Они помещаются у меня в гор... Они помещаются у меня в горсти. Вместе со своей бесславной историей. Прошу, позвольте мне восстановить и то, и другое. Уверен, эта история вас позабавит, а может и заставит задуматься. Ну как, согласны? Да, восстанавливай. Я отчасти же возьмусь за дело. Не всякая легенда повествует о подвигах. Есть место и таким, что рассказывают о злодеяниях. Я вдохну в это жерелье только у своего дара, чтобы оно само рассказало вам о себе. О жерелье вероломства. В Бриле жил рыцарь, которому от рождения выпала несчастная судьба. Но подробности вы прочитаете в записи, если захотите. Сейчас я, честно говоря, немножко утомлен чтением всяких разных диалогов. Но главное, что амулет дает носящему бонус 4 к проверкам навыка плутовства, подвижности и скрытности. Его атаки из-под тишка в ближнем бою наносят дополнительные 2д6 урона по врагам, которые застали врасплох. Которых застали врасплох. Когда союзник в бою отходит от носящего, амулет заставляет носящего свершить по этому союзнику внеочередную атаку. О, как! Союзников бейзбузят. Да. Я думаю, это нужно отдать Октаве. Теперь у нее подвижность, скрытность, плутовство очень высокие. Дальше со сказителем разговариваем. Еще предметы. Монеты страны, которой больше нет. 2400. А что это такое? Я слышу голос вещей, ощущаю запах листьев. Не вещей, конечно, ветвей. Да метка дриады, не правда ли? Выкупаю ее у вас. Солдат не спрашивает, когда зовут фанфары. Он или она будет идти либо в бой, либо умирает. А было ли дело правым, решают другие. Этот жетон памяти в одном из бойцов, создавших славу Толданской империи. Вещи храбрецов. Так, так, так. Предметов больше. Пока их слишком мало, чтобы я смог поведать вам. Пожалуйста, найдите все пять вещей храбрецов. Я уверен, вы не пожалеете, что потратите время на поиски. Обращайте внимание на вещи других эпох. Что у нас тут? Шлем ростовского паладина. Выпивка рогача. Святыня кобальдов. Пустынные ножны. Ростовской владыки мечей. Ростовский, Ростовский. Ростовский инквизитор. Ростовский рейнджер. Еще кого-то не хватает одного. Одного предмета нет. Поехали. Выходим отсюда временно. Но денег подняли. Как бы неплохо, да? Можно что-нибудь строить начать. Еще на деньги. Теперь нужно конер найти. О, хранительница цветов появляется. Здравствуй, моя спасительница. Ты спрашивала, встретимся ли мы снова? И вот я здесь. Я вижу, как изменилась твоя судьба с нашей последней встречи. Ты теперь властительница, которая будет решать судьбы этих земель. Я же их живое сердце, шепот ветра, сила рек, буйство жизни лугов. Хочешь прикоснуться к моей силе? Это где тебя потрогать можно, ну-ка? Я покажу тебе место, где мы наконец сможем встретиться воплотитой и я. В глубине леса есть замшелые руины, покинутые обитателями. Мочти вголошенные чашей. Чащей. Среди камней во дворе проросло старое дерево, которое я помню еще зернышком. Тень под его зелеными короной, я зову своими зелеными чертогами. Приходи туда, владычица. Но приходи одна, награда нимфы ждет тебя. Погоди, я хотел тебя спросить. Прости, прости меня, нимфы не созданы для городов. Шум и суета человеческого поселения давят на меня. Я отвечу на все твои вопросы, но там, в тиши моего убежища. Ладно. Какие дары? Видеть тебя само по себе награда. Тогда приходи в мои чертоги как гости. Делиться историями и смехом, грезить о будущем, мечтать. На встрече я буду ждать тебя так, как земля. По тяжким покровам снега ждет прихода весны. Вою ночи, говорит, звучит как ловушка, да. Дуся сразу поняла по словам «приходи одна», что здесь что-то нечистое. Нимфа предложила Баронессе отправиться за наградой к ней в чертог, к старому дереву. Никого больше в гости она не позвала, похоже, нимфе интересна только сама Баронесса. Ах, и не нравится мне это предложение, говорит Дуся. Будь я на месте Баронессы... А, нет, это пишет у нас Линдзе. Будь я на месте Баронессы, непременно запислась бы зельями невидимости или иными действенными способами избежать неприятностей. Так, нам нужно еще окраину присоединить. Дайс отказывается от лута. Да не будет там никакого лута, вы че. Дайс просто слишком хитер. Он знает, когда никакого лута не будет, то лучше заранее сделать вид, что ты его и не хотел. Здравствуйте, ваша милость, я вердол, купец. Какой кузнец стоит, когда... Надо меньше пить. Рад буду быть полезным. Ты необычно выглядишь для дворфа. Борду ожидали увидеть, да? Не хочу никого обидеть, но толку с этой бродой, особенно когда ты кузнец и имеешь дело с огнем. Разок спалишь, разок в масло, для розжигаку не вашего, а ты нет броды. Лучше вообще без нее. А что ты там читаешь? Да всякое. ДКЦ с книгами хорошо, а сейчас вот отвага и честь. Десять приключений блистательного Валиса Гундерсона в Псаломе. Ладно. Про себя не буду просить его рассказывать. Да, буду присоединять. Расскажи... Покажи свои товары. Так, самое дорогое. Адамантиновый полный доспех латный. Плюс один. Мифральный. Дешевле. Меньше весит. Больше защиты. Меньше штрафа. Нефральный доспех просто во всем лучше. Банально. Максимальный бонус ловкость увеличивается на 2, а штраф за доспехи снижен на 3. Весит в 2 меньше. Снижение урона на еди... На единицу. На двойку или на тройку, если тяжело. А, дополнительное снижение урона даёт. Вот в чём разница. Да, damage reduction есть. Ценность демонтина в том, что сработанное из него оружие или доспехи может быть только искусно сделанным. Штрафа за доспехи снижен на 1. Круто выглядит. Сокрушитель тверди. Топорик. Длинный меч. Тонги. И, в общем, больше ничего хорошего. Кто ещё? Зарси? Вообще как Чарси. Ваша милость. Бро пожаловать. Чё изволите? Свитков? Берите, не пожалеете. А, ты кто такая? Зарси, буква Ешка, к вашим услугам. Лошадь, Чар, заклинание. Заговоры, тайные знаки для лучшей вранессы, врачных королевствах. Окупайте, наскупитесь. Не пожалеете. Товар-то откуда? Семейный бизнес. У меня по всему Мэндеву, братики, сестрички, и тащи, всё, что плохо. Тьфу, ну то есть творчески подходит к поставкам. А я вот забываю. Берите, не самым унимайтесь. Товар, что надо. Покажи товар, что надо. Чё у нас? Свитки страха, создание ям, слепоты. Расплавленных шаров. Всего понемножку. У тебя есть танки с тяжелыми доспехами, то адамантиновый весьма неплох. Да, но для варерей, я думаю, подойдёт. Стражник-грожанин. Гасуф ещё есть. Гасуф из Апсалома. Рад приветствовать вас, ваша милость. Здесь собраны лучшие товары, предлагаемые приезжими кустцами. Пожалуйста, извольте посмотреть. А чё это ты оставил Апсалом центра мировой торговли ради какого-то молодого баронства? Это долгая история. Не думаю, что ваша милость будет интересна. А в чём секрет твоего успеха, Гуссов? Никакого секрета нет. Упорство, сила характера, внимание к деталям, дорогу убеждения, шарам. Всё это и многое другое необходимое составляющее успеха. Моя профессия. Ну и если бы у меня был бы секрет, кем бы я был, если бы стал им с кем-то делиться? Ладно, покажи товары. О, у этого тут вообще самые ценные предметы. Верёвка, комплект для лагеря. Кость динозавру. Необходимо для использования некоторых заклинаний. Другой вопрос, что можно поберечь деньги и понадеяться на лут. Да, бездонная сумка за 25 тысяч. Охренеть, хотеть. Это из какого у нас? Из разного, да. Хотеть бездонную сумку. На 200 футов больше можно таскать. Теперь груз у нас мигом уберёт. Вот на что деньги нужны. На бездонные сумки, между прочим. Главное, одну бездонную сумку в другую не класть. А почему бы и нет? Застакать их просто так, изи, и всё. Если я ничего не путаю, говорит Сервут, то это привезёт к гибели всего мира. Ты мне этого не говорил. Раз я этого не знаю, то всё хорошо. Смотрим на карту. Что у нас здесь? В дом. В дом. Как это из локации. Дом Каэсси. Арсония. Октавия и Регангар. Харим. Втронный зал. Валери. Тристан. Да, мы с Тристаном ещё не говорили. Что ещё у нас тут есть по бокам? Горожане, горожане. Стражники, просто пробегу везде сейчас, посмотрю. Если чё-то ещё плохо лежит, он в собаке кругом. О, колодец. Выглядит совершенно обыденно. И всё же, при приближении к нему вы чувствуете странное покалывание в висках. Как будто вот там клад есть. В глубине. Прибасчитаем же нам деньги, не парься. Ну, такое, сказал бы я. Стражник, Харим. Горожанин. Так, нужно поговорить... О, Хилн Тедели, это кто такие? Ну-ка. Перед вами плотный мужчина, видавшим в виде доспехи. Его лицо бромлено серебристой щетиной, а красный мясистый нос взрыт оспинами. Весь вид его излучает совершенное спокойствие. При вашем приближении он кланяется. Почтительно, но с достоинством. Хилн, ваша милость, капитан городской стражи. Делия, помощница капитана, рада служить вашей милости. Мне бы хотелось лучше узнать, кто мне служит. Разумеется, ваша милость, я в страже всю жизнь. Начинал, а шеф соплимым мальчишкой в ночном патруле. Ристолов славятся фехтовальными школами со всех речных королев, туда молодёжь ездит. Значит, у меня ещё у каждого есть второго. И каждый третий считает, что умеет им пользоваться лучше всех остальных. Любое неудачно сказанное слово, любая пьяная драка может привести к поножовщине. Поэтому стражи в городе много, и оба кого туда не берут. Леди Джаманди отметила мои успехи, и ей было угодно меня повысить. Так оказался здесь. Аделю я на улице подобрал. Лет десять уже тому. Как сейчас помню, сидит крохотная девушка-дварф на ступеньках храма. Чумазая, босая и кормит кусочком хлеба дранного кота. Увидел я её и ёкнул что-то в груди. Откуда она взялась? Кто и почему оставил её одну? Одному и растило ведомо. Как она подросла, я её пытался в ремесленники отдать. Да разве же дворфу переубедишь? Мол, хочу стражницей быть, и всё тут. Что поделаешь, учу вот её теперь. Благо голова у неё на плечах есть, да и сил хватает. Хилланд, как там стража у вас? Обеспечено всем, чем надо? Снаряжение, припасы, достатки, ваша милость. Жалование ребятам тоже хватает. И детям на игрушки. И после смены покрушки пенного пропустить. Правда, город растёт. Нам бы не помешало пополнить ряды. Но с этим мы пока сами справляемся. Я не помню, чтобы я нанимала капитана стража. Как и самих стражников. Я и десяток моих лучших людей прибыли из Арестова по поручению леди Джамани Алдори. Ваша милость, остальных я нанял из местных. Не волнуйтесь, ваша милость. Теперь мы подданы баронством. Мы присягнули служить вам верой и правдой. И вы можете рассчитывать на нас. К тому же, наше жалование оплачивается из ваших сундуков. Разумеется, каждый из моих ребят готов погибнуть, защищая вашу милость. Но вот на дисциплины ещё придётся поработать. Знаете этот дворской автор Патрика Ветроса? Шарик Заброс. Совсем позабыл имя. Мои лоботрясы прямо на посту читают его книгу про работу стража. Вместо того, чтобы самим как следует работать стражей. Ничего, мы с этим разберёмся. Пока. Так, лошадь. А ты не хочешь со мной поговорить? Вдруг я поговорю с лошадью и что-то произойдёт? Нет, лошадь неразговорчивая. Как ни странно. Тристан, Джот. Ещё кто-нибудь есть здесь? О, это что такое? Значок какого-то пива. Это вход куда-то в таверну, наверное. Я не хотел это делать. Таверна, гиблое место, из него уже не вылезешь. А на реале восемь глаз это та, которая даёт респект и наём наёмников делать. Так что пока выйдем отсюда. Тут даже целая карта появилась. У нас отдельная. Нашего поселения. Давайте. Джот, как-то там. Спасибо за разговор. Тристан! Приветствую! Как может этот скромный избранник Великой Сирен-Рей помочь тебе? Ты назвал себя избранником Сирен-Рей? Что ты имеешь в виду? Прости меня, это просто глупая шутка. Так меня называли другие послушники в храме. Можешь представить, насколько благочестивым и набожным я был по сравнению с ними. Всё же моя вера крепка. Сирен-Рей знает это и защищает меня. Когда что-то угрожает моей жизни, она переносит меня в безопасное место. Ещё один неуязвимый. Что тебя привело в эти земли? До меня дошли слухи, что эти края прокляты. И что проклятие набирает силу, словно их кто-то питает или что-то питает. Я не мог оставить такие тревожные слухи без внимания. О каких проклятиях ты говоришь? Ну ты чё не замечаешь? Любое неосторожное слово, брошенное кем-то в горячке спора, здесь превращается в пророчество, готовое сбыться. Ладно, обычные жители. Сами знаешь. Кишат столь древними проклятиями, что их истоки... А, сами земли кишат столь древними проклятиями, что их истоки невозможно проследить. Например, заброшенный храм Рестила, в котором мы встретились. Что случилось с ним? Как непредалимая сила вынудила жрецов оставить этот великий храм, отдав чудесное строение на уголе дикой природе? Узнаем ли мы когда-нибудь ответы на эти вопросы? Я сам чуть не пал жертвой чудовища, и, к счастью, появилась ты, ведомая Джодом, и избавила меня от опасностей. Издалека же ты пришел. Но, если посмотреть так, то да. Прошу, не думай, что я шел напрямик из самого Калеша, из простого любопытства. Я и до этого странствовал. В традициях нашей веры, чем дальше этот путь ведут жрецы Сренрея, тем больше число людей мы можем помочь. Так, а почему Джод у тебя увидел в своем предназнаменовании? Сренрей почитает всех добрых богов и богиней за своих соратников. Среди них немало и тех, кто бок о бок сражался с богиней в войне против Рвагуга. Бог, также известный как безжалостный зверь, желает лишь одного уничтожения других богов и всего им созданного. Один из них древний растил. Воздав молитву Сренрея, я дал ей знать о своем несчастье в храме оленя. Милосердная Сренрея не оставила мою мольбу без внимания. На кого же могла она попросить о помощи, как мне растила, вера в которого сильна в этом краю? Эрастил послал знамение Джодом. И вы поспели как раз вовремя, чтобы выручить меня из беды. Признаться, я почти уверовал в то, что мое путешествие окончено, а эти страны и создания убьют меня. Как думаешь, как будет будущее выглядеть этих земель? Ой, это жестокое место. Попав сюда, я увидел множество страданий и боли. И столько же взаимовыручки и тепла тех, кто старается защищать себя и своих близких. Люди, живущие в украденных землях, тверды и верны себе. Я не могу не восхищаться их силой. Ой, я еще не знаю, что питает проклятие, которое расцвели в этом краю. Но я обещаю, что не покину это место, пока мы не разберемся совсем до конца. Прости, что не клянусь в этом именем Сиренрей, я и без того в последнее время чрезмерно тревожу Балгиню. Лучше послужу ей своими зьянями, не молитвами. Ладно, пора мне. Мне было приятно побеседовать. То есть вот, в общем, основная интрига, которая здесь развивается в данный момент. Вся местность пропитана проклятиями. И их не одно, а они в большом количестве и по непонятным причинам постоянно появляются. Неплохо. Мне нравится. Арсония. Какая Арсония? Иди сюда. Приветствую, благородную приводительницу этих земель. Моим Арсония. Я посланница Абсаломского храма Абадара и привела сюда, предполагая, что жителям молодого баронства могут понадобиться услуги жреца. Так, ты ведь Азимар? Да, легко заметить, не так ли? Верно, я Азимар. Хотя я не знаю точно, как и когда в моей семье появилась кровь небожителей. Среди все мои родни и известных предков только я унаследовал ее. Должна признаться, я рада выпавшему мне жребию. Он привлекает ко мне внимание. Это хорошее подспорье для жрица. Так, давай посмотрим, что у тебя есть. Едут свитки через свитки, видят свитки, 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 сунут свитки, 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 свитки. А еще немножко алмазной пыли и бриллиантов. Все, что нужно от священника. Давайте зайдем в дом.